Дом, в котором дарят жизнь коллектива Кушерского отделения КБ-50, отмечает 35-летний юбилей. Новое звучание. Детская музыкальная школа имени Балакирева получила музыкальные инструменты. Семь краж за пять месяцев. Как уберечь свой двухколесный транспорт? Далее расскажем обо всем подробно. В июне 1987 года открыл свои двери новый корпус Акушерского отделения. В трехэтажном современном здании на тот момент разместили 60 коек. За эти годы в стенах роддома на свет появилось не одно поколение саровчан. В этом году коллектив Акушерского отделения отмечает 35-летний юбилей. Каждую неделю сотрудники Акушерского отделения помогают появиться на свет 10 малышам. Опытные специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы женщины смогли преодолеть волнение и страх перед родами. Акушерка Ирина Наржукова пришла в отделение 26 лет назад. По словам Ирины Викторовны, она всегда хотела помогать людям и уже не представляет свою жизнь без любимой работы. Несколько поколений саровчан появились на свет с ее помощью. Я уже сдала дежурство, уходила с пакетом, спускалась по лестнице. Звонок в фильтр, подъезжает машина скорой помощи, ну и фельдшер там как бы... У нас уже женщина рожает. Пришлось, так как я ближе всех находилась в данный момент, пришлось забежать туда, оказать помощь. Вот женщину потом уже на каталочку переложили, подняли в родзал. Вот, а так приняли роды в машине. Татьяна Потапова в 1990 году училась на медсестру, когда пришла работать в акушерское отделение санитаркой. По совету Тамары Яковлевны Лаптевой, которая тогда заведовала роддомом, решила продолжать образование. И в 1993 вернулась сюда акушеркой. По ее словам, главное в профессии оставаться человеком и всегда помнить, что ты отвечаешь за две жизни. У меня были очень хорошие учителя. Когда пришли в 90 году, здесь работали старые наши акушерки. Вот у кого можно было учиться, вот это надо было действительно учиться у них. Лекции в медучилище – это прекрасно, это хорошо. Но когда тебя учат люди, которые профессионалы своего дела, которые тебе помогают во всем, которые тебе передают свои знания, это очень дорогого стоит. Это Ватагина Нина Сергеевна, это Смоленинова Анастасия Александровна. Современное оборудование, индивидуальные родовые боксы, палаты пробуждения, одноместные палаты, рассчитанные на совместное пребывание матери и ребенка. Роддом Сарова отвечает всем современным требованиям. Но главное богатство акушерского отделения – его дружный сплоченный коллектив. Сегодня здесь трудятся 19 врачей, акушеров-гинекологов и неонатологов, 15 акушерок, 10 медицинских сестер и 18 младших медицинских сестер. Для них возможность подарить женщинам счастье материнства стало смыслом жизни. И сколько бы ни прошло лет, сколько бы ни было принято родов, первый крик новорожденного всегда вызывает трепет в душе сотрудников Роддома. За 35 лет изменилось многое, но персонал нашего отделения остается настоящими профессионалами своего дела, преданные традициям классического акушерства. С 1 июля при обращении за медицинской помощью в поликлинику или больницу вместо полиса обязательного медицинского страхования достаточно предъявить паспорт, а на ребенка свидетельство о рождении. Вступают в силу положения закона, которые отменяют обязанность граждан подтверждать то, что они застрахованы в системе обязательного медицинского страхования. Поликлиника сама найдет запись об этом в информационной системе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Такое нововведение создаст условия для увеличения доступности плановой и неотложной помощи, так как избавит от бюрократических издержек, в том числе при потере документа, считают во Всероссийском союзе страховщиков. День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, теперь государственный праздник. Соответствующий указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации России. Праздник законодательно закрепили в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, сообщают в документе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россияне смогут уплатить все налоговые обязательства через единый налоговый счет. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении. Новые правила будут действовать с 1 января 2023 года. Такая мера упростит уплату, и ею смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Плательщикам налогов не придется заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Используя единый счет, достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога. Кроме того, законопроектам предлагается установить единые сроки уплаты налогов. В рамках второго чтения такие сроки были перенесены с 25 на 28 число каждого месяца. Саровский монастырь отмечает 316-летие. 29 июня осветили первую церковь Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. Храм в честь иконы Божией Матери – живоносный источник. Саровская обитель прославилась многими праведниками. Самый известный из них – преподобный Серафим Саровский, который жил здесь с 1778 по 1833 год и был похоронен на территории монастыря. Лето – лучшее время года, чтобы пересесть на двухколесный транспорт. Прогулки на велосипеде по городу полезны для здоровья человека. К тому же это самый экологичный вид транспорта. Однако в первую очередь велосипедистам необходимо позаботиться о сохранности своего имущества. В прошлом году в Сарове украли 19 велосипедов. Пять из них нашли. 16 преступлений остались нераскрытыми. За пять месяцев этого года украли семь. Один вернули. На прошлой неделе из подъезда в жилых домов увели два велосипеда. Неустановленное лицо, находясь в подъезде дома по улице Академика Негина, действуя умышленно и скоростных побуждений, то это похитило с лестничной площадки четвертого этажа, оставленный на хранение непристегнутым велосипед марки «Стелс-навигатор». Самое первое средство профилактики и краж – противоугонный трос. Но зачастую и он не панацея. 25 июня воры украли велосипед из подъезда в Северном переулке. Транспорт был пристегнут. Как говорят в полиции, часто у вора есть при себе оборудование, чтобы перекусить цепочку. В основном их целью становятся дорогие велосипеды – от 20 и более тысяч. Преступники присматривают их заранее. Еще одно излюбленное место – грабители, открытые парковки у школ, учреждения дополнительного образования и магазинов. Оставили на 15, 20, 30 минут или несколько часов велосипед, не пристегнули его никаким образом, вышли – велосипед нет. Помимо троса можно установить велосигнализацию. Датчик будет реагировать на вибрацию или при косновении, включать звуковой сигнал. Также специалисты советуют, уходя, устанавливать самую низкую передачу. Даже если вор угонит ваш велосипед, быстро скрыться с места преступления у него не получится. Сходу разобраться с переключением передач не так-то просто. Если вы находитесь поблизости, у вас будет время догнать злоумышленника. Детская музыкальная школа имени Балакирева продолжает получать новые инструменты благодаря федеральному проекту «Культурная среда». В феврале и марте 2022 года заключили договоры на изготовление и поставку практически всех видов инструментов – проекционного оборудования для концертного зала, интерактивных досок и новых учебников. Подробности в нашем следующем репортаже. Среди обновленных инструментов в детской музыкальной школе имени Балакирева есть и те, каких раньше не было. Поэтому и преподавателей по духовым инструментам, фаготу и гобою пока нет. Но в скором времени эту проблему решат, рассказал директор школы Михаил Пурцев. Всего порядка 60 новых музыкальных инструментов пополнили фонд школы благодаря федеральному проекту «Культурная среда». Очень значительно. У нас многие инструменты, например, медные духовые, они очень многие вышли уже давно из строя или имеют уже не ту комплектацию, то есть утеряны какие-то детали, из-за этого их использовать сложно, им нужен какой-то ремонт комплексный и так далее. Самым крупным приобретением стали 8 студенческих аккордеонов и баян, которые произвела специально для школы одна из самых крупных фабрик в России и Европе по количеству производимых язычковых музыкальных инструментов. Также существенно пополнилась база виолончелей и скрипок. У большинства из них уже высокий износ и длительный срок использования. Ремонтировать и восстанавливать их непросто. Гитары тоже имеют очень высокий износ. Любое, в принципе, дерево, оно очень сильно реагирует на атмосферу, на состояние воздуха, температуры, где даже инструмент этот находится, где он хранится и так далее. Соответственно, и износ у них более высокий. В феврале и марте этого года заключили договоры на изготовление и поставку музыкальных инструментов, а также проекционного оборудования для концертного зала, интерактивных досок и новых учебников. Часть инструментов в школе передали в прошлом году безвозмездно. В прошлом году мы попали в программу оснащения музыкальными инструментами, которая еще и проводилась совместно с Минпромторгом России, которая направлена на развитие индустрии производства музыкальных инструментов у нас в стране. Новые инструменты воспитанникам музыкальной школы будут доступны для занятий уже в этом учебном году. Воспитанницам военно-патриотического отряда «Барс» Бакановой Анжелики и Борисовой Ирине на главной сцене выпускного вечера на площади города вручили знаки юноармейской доблести третьей степени юношеского движения «Юноармия». На протяжении последних четырех лет девушки становились победителями и призерами в соревнованиях и конкурсах различных уровней, включая всероссийские и региональные. Ирина Борисова занимается в военно-спортивном отряде «Барс» три года. За ее плечами многочисленные соревнования и смотры городского и регионального уровня. Нижегородская зорница – всероссийский конкурс «Делай, как я». Эти три года для выпускницы были насыщенными на события и дали хорошие жизненные уроки. Самое главное, что мне эти три года дали – это понимание структуры и военных сил, и в целом понимание того, что я хотела бы связать с этим жизнь. Также «Барс» меня научил стойкости, выносливости, подтянул мою физическую подготовку. Ну и, разумеется, наверное, я нашла здесь много друзей, много знакомых, и это невероятный опыт. Детско-юношеское движение «Юнармия» образовалось в 2016 году с целью патриотического воспитания молодого поколения и обучения школьников основам армейского дела. Юные члены «Юнармии» участвуют в военно-патриотических смотрах, всероссийских олимпиадах и спортивных состязаниях. С ранних лет юнармейцы учатся действовать в чрезвычайных ситуациях в рамках военной подготовки. Нагрудный знак «Юнармейская доблесть» ребята получают за личное мужество, выдающиеся достижения в конкурсах, особые успехи и активность. Знаки юнармейской доблести бывают трех типов – это первый, второй, третьей степени, соответственно, золотой, серебряный и бронзовый. Наши знаки бронзовые, они выдаются за награды и за какие-то героические поступки. Конкретно нам знаки выдали за всероссийский конкурс «Делай, как я», а также за многочисленные успехи в отряде. О том, что им присудили знаки юнармейской доблести третьей степени, Ирина Борисова и Анжелика Баканова, знали еще с декабря. Но для девочек стало сюрпризом, когда на главной сцене во время выпускного вечера на площади Ленина им торжественно вручили награды юнармии. Анжелика Баканова за четыре года членства в Барсе также внесла свой весомый вклад в юношеское патриотическое движение как на уровне города, так и на уровне страны. Победители дивизионного этапа, муниципального этапа, финалисты областного этапа, Нижегородской зорницы, победители многих смотров конкурсов, победители смотров конкурса почетных караулов и так далее. Теперь в копилке военно-патриотического отряда «Барс» три медали юнармейской доблести. Ранее отличительный знак получила Мария Головина. Поздравляем талантливых выпускниц «Барса» с заслуженными наградами и желаем успехов в дальнейшей учебе и новых побед. 18 июня в Дзержинске состоялся чемпионат Нижегородской области по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Это официальные соревнования, включенные в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий региона. Первое место среди женщин завоевала соровчанка Светлана Кузьменко. «Северная ходьба» – относительно новый вид спорта. Раньше это была всего лишь летняя тренировка для лыжников. Теперь «Северную» или, как ее еще называют, «скандинавскую ходьбу» включили во Всероссийский реестр как дисциплину, которая относится к такому виду спорта, как спортивный туризм. Главное отличие «Северной ходьбы» от обычных пеших прогулок – это работа не только ног, но и верхней части тела – мышц рук, спины, живота и шеи. Улучшается кровообращение мозга. Ну и вообще включается в работу большее количество мышц. Если правильно идешь, то до 90% мышц тела включаются в работу при «Северной ходьбе». Соответственно, она имеет, скажем так, коэффициент полезного действия больше, чем обычная ходьба. Примерно процентов на 40. Заблуждаются те, кто считает «Северную ходьбу» просто прогулкой с палками. Самое главное в этом виде спорта – правильная техника. Руки отводятся назад с большой амплитудой, выталкивая тело вперед, а палки ставятся на землю под острым углом. Только тогда «Северная ходьба» принесет пользу, даст нагрузку на тело и не нанесет вреда. Также важно выбрать и правильный инвентарь. У палок для «Северной ходьбы» должна быть темляк-перчатка, который застегивается на кисти. Прежде чем самостоятельно осваивать «Северную ходьбу», специалисты рекомендуют взять несколько уроков у инструктора. Вообще это очень доступный и общедоступный вид. И я проводила мастер-классы с пожилыми людьми. Когда объясняешь, как правильно ходить и почему правильно ходить, когда проводишь подводящие упражнения, то любой человек в состоянии освоить «Северную ходьбу». В 2019 году Светлана Кузьменко прошла курсы инструкторов по «Северной ходьбе», а потом спортсменка продолжила самостоятельно совершенствовать технику. В Дзержинске на чемпионате Нижегородской области по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба» Светлана Александровна стала победительницей среди женщин. Соревнования в этот раз у нас проходили на дистанции третьего класса. Протяженность от 5 километров, в данном случае было 5,5 километров, ну и перепад высот от 10 до 50 метров в этом классе. В прошлом году я участвовала в первом чемпионате Нижегородской области. Он проходил в городе Арзамасе на лыжной базе «Снежинка». Тоже была достаточно сложная дистанция, даже побольше подъемов. Там я тоже заняла первое место. В июле в республике Мариэл пройдет первый чемпионат России по «Северной ходьбе». И Светлана Кузьменко теперь планирует защитить честь Сарова на всероссийском уровне. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова